Лево Ребята, всем привет! Всем привет! Как говорится, все спят, а мы работаем. Вот такой филдер сегодня приобрел. Буквально вот. Несколько часов назад. Какой он? Час назад, наверное. Короче, 25-я бумага. Четвертый год. Полторашка объем. Передний привод. 260 рублей. Вместе с запчастями. Капот, бампер. Решетка, по-моему. Короче, надо красить. Ну, кстати, запчасти в цвет, кроме бампера переднего. Будет краситься передний бампер. Там уголок крыла правого переднего. И пороги. А, и вот это крыло будет перекрашиваться. Здесь видно, короче... А, вот видно, да? Косяк. Вот это, вот это будет все краситься. Ну, вот как-то так. Ну, я думаю, подготовим. Будет рублей что-нибудь, не знаю, посмотрим. Как подготовим. Ну, так по технике огонь. Ну, все, друзья. Как будем готовить, покажу, расскажу. Переключаемся. Наблюдаем. Короче, как у нас всегда. Планировали одно покрасить. Получается, надо весь покрасить. Без крыш. Ну, чтобы вид нормально был. Пороги. Мэннины, но уже не обработаны были ничем. Вот не хотите, чтобы у вас так было, надо хотя бы этим антигравием задувать черным. Так, дверь сняли. Вот дверь стоит. Дверь сняли, чтобы поменять крыло. Петли сразу. По морде там все целое. Стаканчики, телевизор, ешни, ну, подмятый. Но телевизор мы менять не будем, он останется. Лонжероны, стаканы. Здесь все целое. Единственное, вот это, походу, надо будет паять. И крышку надо будет на него покупать. Ох, вот это. Это обязательно паять надо будет. Потому что переставлять его очень сложно. Там надо будет перепаивать клеммы. Вот это надо тоже отсюда выкинуть. Короче, работа идет полным ходом. Вот запчасти, которые он нам отдал бампер. Капот. Капот сколько на них стоит? Где-то 6-8, да? За 7 тысяч купил. За 7 тысяч купил капот в цвет. Короче, запчастей где-то рублей на 15 тут надо, да? 20. 20 тысяч запчастей отдал. Ну вот. Поэтому очень хорошее было приобретение. Ну как-то так. Ладно, продолжаем. Вы же любите такой контент подготовки. Вот это очень плохо, что сломано. Все. Смотрим. Потом покажу дальше. Таидын. 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 Филдер. Идеальный, да? Особенно в снегу. Просто вообще бомба стал. Как новый. Спойлера не хватает. Антенна он есть. У нас, короче, что-то тут со снегом. Произошло мороз какой-то. Все вообще в выне. Ну, переставили. Молодцы. Вот это надо убрать. Не люблю такого колхоза. Ну, сейчас. Короче, открасили его. Здесь надо вот ветровичок купить. Подкрылки поставить. Подкрылочки передние. Левый, передний, правый. И будет бомба. Так сказать, процесс идет. Работа. Все. Загоним в гараж. Покажу, что получилось. Так-то ровненький он стал. Все, ждем заезда. Как вам суета новогодняя? У меня проблема, я скажу так. Не то, что у меня проблема. А проблема с передвижением. Вот, двигаясь на торнео. Вроде едет. Короче, проблема следующего характера. Филдер этот. Серебристый. Меня, короче, задолбал. Второй раз в жизни у меня такая проблема появляется. До этого на платье было. Мотор был один из СЗ, который, по-моему, один из... Да. Ну, короче, литровый. У них мотор есть. Второй раз вот на этом филдере у меня проблема появилась. Объясняю проблему. Покупал филдер, было все нормально. Масленка не горела, ничего. Мы на нем ездили там какое-то время. Ну, пока там с малярки в малярку на химчистку перегоняли. Вот. Еще газелист. Куда вот он корячится? Я не пойму. А, он застрял. Короче, ездили, все нормально было. Потом загнали в это... Полирнули крышку багажника. Стали заводить. Ну, на мойку еще надо было раз. Короче, загорелась масленка. Газу даешь, масленка не проходит. Ну, понятно, да, что такое масленка. Масленный датчик, который на панели приборов загорается. Короче, разобрали, сняли этот поддон. Маслоприемник весь был забитый. Почистили маслоприемник. Мне пацан говорит, ну, ремонтник, все, приезжай, забирай, все готово. Ну, говорит, масло надо менять, масло плохое. Я поехал, купил масло. Масло залили новое. Ой, даже не залили, промывку залили. Пока он стоял, работал, опять загорелась масленка. Газовали, газовали, ничего не проходит. Ну, в смысле, не газовали. Газ даешь, ничего не проходит. Вот, сейчас поехал, купил маслонасос новый. Ну, в смысле, контрактный. А маслонасос на инзетах идет вместе с лобовой крышкой. И все это, представляете, выпало мне на... Сегодня какое число-то? 20... какое-то, короче. В общем, погода 8 градусов. Снег идет вообще. Сейчас покажу, как филдер, в каком состоянии. Ну, и, собственно, запчасти, которые я сейчас купил. Все, никуда не пропадайте. Межканал Перекупский. Так что увидишь свои руки на канале. Лицо твое не буду показывать, руки покажу. Ну, так. Это вот крышка контрактная, вот, знаешь, 500 рублей, 450. Короче, герметик задолбался, там пробки, капец, там все стоит. Да, ну, не кажется. Сказали, с контрактного мотора, типа. Да, я не знаю. По длину я померю, по длине. Короче, нормально. Вот он. Филдер стоит, задолбал уже, филдер этот. Слов нету. Вот что там такое? Вот в моторе грязное все. Мазута какая-то. Вот так красавица. Вышел. Хозяин ездил, клейма тут вообще жесть просто. Ничего не видно, потом покажу. Беда-бедовая. Мастер диагностику сделает. Он уже сделал сейчас, скажет, фигня. Смотрели. Вот такой вот штукой я занимаюсь. Мотором забрали уже весь. Ну, не весь лобовину сняли. Лобочки нельзя. Я сейчас туда ехал. Вот. И вопрос, в чем заключается-то. Не знаете, в чем проблема бывает? Из-за чего, короче, превращается масло, как в клей? И загорается масленка. Кстати, сейчас поеду тачку покупать. Но это уже в другом видео будет. Но они как-то пересеклись. Рабочие моменты. Так что, ладно. Удачи пожелайте мне. Только я не знаю, какое видео раньше выйдет. Либо филдер. Либо то, что я сейчас куплю. Или не куплю. Ну, скорее куплю. Я уже смотрел тачку. Кстати, Renault Megane. 2004 год. На автомате. Но весь прикол в том, что руль правый. Ладно. В другом видео увидите. Ну, что, за этот день я отдал. 200 рублей. Это мой мотор с филдера. У меня же канал на ютубе, ты знаешь, город. Вот попал, короче, на моторчик. Уже от этого никуда не денешься. Разобрали. Сейчас мыть будем. Сразу поменяем колпачки. Там прокладки, все сальники. Короче, вот такой. Ну, просто так нельзя оставить. Реально. Мы его делали, делали. Он все равно масленка забирается. Пришлось разобрать, есть помыть. Как это выглядит в филдере. Так что, будьте внимательны, какое масло льете. Старайтесь не мешать. А вот филдер. Я тебе даю канистру дай. Да, Боря, сейчас надо мне канистру дай. Ну, все, друзья, на этом будем закругляться. Продолжение, как говорится, следует. Все, до новых встреч.